Приветствую вас, аноним. Я, конечно, сейчас разберу ваш текст, да, ваш текст вопроса, вот, но перед этим хочу сказать следующее. Наверное, проблемой является то, что вы выражаете свою уверенность и свою точку зрения, вероятно, в не совсем корректной форме, что у людей, таких как мужчина, вот, описываемый вами мужчина, воспринимает это, ну, как слабость, да? Вот. Хотя, конечно, это, это вполне может, вполне может и не быть слабостью. Вот, если, там, допустим, ну, если мы говорим о взаимодействиях, да, между, ну, между людьми, к примеру. Вот. А в этом, наверное, есть такая вот какая-то глобальная проблема ваша. То есть позиция, вот, сама по себе позиция, точка зрения, вот, как вы ее высказываете, вот, как вы высказываете свое, свое, ну, как вы высказываете свое мнение, как вы выражаете его, вот, свое мнение. Вот это, вот это, вот, наверное, является ключевым, ключевым моментом. Вот. Теперь давайте разберем ваш текст более подробно, чтобы можно было говорить конкретно, да? Чтобы не быть голословным. Итак. Я в замечательстве, именно такого у меня никогда не было. Чтобы мужчина меня критиковал и подавлялся, мне становится тяжело находиться с ним. Ну, конкретно в этом, вот конкретно в этом случае, конкретно в этом моменте, я бы сказал, что... Проблемой является тот факт, что вам именно тяжело находиться с мужчиной. То есть, вам тяжело становится от критики. Вот в этом, это, наверное, проблема. То есть, проблемой является не сама критика, да, и даже не, там, там, ваша реакция на нее, а именно, вот, именно, вот то, что вам тяжело. Становится от критики. То есть, вы, эээ, вы на критику, вот, реагируете, ну, да, ну, вот, эээ, так, эээ, негативно. Вот, спокойно критику вы воспринимаете, эээ, от мужчины не можете определенного, мужчину, мужчину. Ну, вот. Ну, забегая чуть вперед, эээ, можно, конечно, сказать, и, эээ, предположить, что он, эээ, вы, ээээ, вы действительно подозреваете те вещи которые мужчина говорит вам, то есть вы действительно ну как бы допускаете то что вот мужчина может быть там прав в отношении вас и по поводу того что вы можете там не быть подходящим к кандидатам да к своему делу и прочее 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 то есть вы видите в этом в том что говорит мужчина отражение отражение своих собственных страхов возможно возможно повторюсь это возможно дальше я такой человек что не люблю конфликтов понимаете без конфликтов наверное невозможно как бы взаимодействовать с людьми конфликты иногда нужны потому что конфликты помогают отстаивать свою позицию конфликты помогают лучше понимать свою позицию конфликты помогают лучше отдавать себе отсчет в своей точке зрения лучше ее опачивать и так далее именно нелюбовь к конфликту тоже можно назвать проблемой раз именно не люблю да то есть конфликты для меня это что-то не само собой разумеющее что-то неестественное а там допустим даже ссора в принципе иногда является больше позитивным моментом нежели чем негативным моментом вот поэтому то что вы именно не любите конфликты да может быть является проблемой проблемой потому что в конфликтах вам в конфликтах вам приходится напрягаться вот напряжение как известно есть свои основания и вот именно то что вы в конфликте вероятно напрягаетесь то что вы в конфликте вероятно ну конфликт требует от вас грубо говоря ну некого такого напряжения да скажем так вот что это является ну на мой взгляд проблема проблема потому что без конфликтов невозможно ибо люди по-разному отстаивают свою точку зрения свою позицию вот к этому опять же можно по-разному по-разному совершенно по-разному к этому можно относиться но это правда это давность и от меня никуда никуда не деться а дальше в какой-то степени это минус а так спокойно и чтобы я повесил голос нужно постараться вывести меня из себя да ну здесь довольно субъективный вами высказан взгляд относительно своего темперамента да то есть опять же у такого как вот вы говорите выведение из себя есть причина то есть вывести из себя человека можно только под действием определенных фактов вот если человек условно говоря себя сдерживает чтобы не вывести чтобы не взорваться чтобы не взорваться чтобы не ну не проявить агрессию вот что ну наверное это все таки не совсем про спокойствие спокойствие это наверное все таки больше про такое ну я бы сказал знаете про постоянство вот это именно про постоянство то есть постоянство в поведение в таком духовном состоянии вот то есть это больше про это а не про то что у вас допустим хорошо развитые хорошо развитые как бы это как бы это сказать хорошо развитые регулирующие регуляционные моменты вот если вы хорошо себя регулируете к примеру вот это наверное все таки не одно и то же дальше в какой степени это минус и многие считают что я не уверен в себе но вот минус только в том минус только в том случае это если вы переживаете по поводу общественного мнения по поводу того что вот думают люди другие если вы думаете об этом если вы переживаете из-за этого то да это это безусловно минус но минусом является именно то что вы переживаете а не то что вы так вот себя ведет вот другой стороны минусом это является и в том случае если вы считаете что вести в целом себя нужно по-другому то есть если вы считаете что на самом деле вы другая что на самом деле ну вот вы хотите выглядеть иначе вот в таком случае в таком случае это действительно минус и вести себя наверное и правда стоит несколько несколько по-другому вот в этом случае да вы правы то есть видите все зависит достаточно сильно все зависит от вашей такой вот точки зрения на те или иные вещи но самое главное на себя и на свое свое место в в социуме и в лично в личностной сфере вот дальше я согласна что я не могу быть уверенным на всем чего-то даже боюсь ну со страхами нужно поработать а уверенность и не уверенность она разно бывает понимаете есть а ведь просто сомнения в том где у вас еще не было опыта но есть открытость этому этому опыту есть при 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 есть что называется принятие этого опыта но опыта даже если этот новый опыт будет какой-то ошибкой и так далее все равно есть принять этого опыта а есть избегание опыта есть нежелание 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 как-то вот этот опыт иметь этот опыт получать и так далее и наверное это наверное это совсем другое не связано с тем что вы что вы не можете быть во всем не уверен то есть это разные вещи избегать опыта и быть готовой к новому опыту вот не то же самое вот вот поэтому на мой взгляд эти вещи нужно все таки разграничивать ну на мой взгляд да дальше так значит чтобы даже боюсь опасалась вот этажерки можно поработать потому с этом уже ощущение незащищенности что на что имеет место быть вот если вы Ну, боитесь, что себя не защитит, вот, и у этого есть вероятное, для этого, точнее, есть вероятное основание. Вот, то есть, ну, то есть, у вас могут быть основания чего-то бояться. Вот, другой вопрос, ну, другой вопрос, как вы к этому пришли, да, другой вопрос, как вы вот к этому, ну, к этому, к этому моменту привели сюда. Вот. Дальше. Сам мужчина достаточно перспективен на преподносит себя так, как будто он такой мальчик, такой умный, пользуется своей внешностью и привлекает внимание противоположного повода. Ну, вы знаете, может быть, вам моя идея, мое предположение не понравится и покажется весна странным, вот, но я его все же озвучу. Мне показалось, что, вот, после того, как вы остались с своим мужем после того, как вы расцелились, я так понял, что ваш муж для вас был, ну, такой. Мне показалось, мне показалось достаточно, ну, пассивным был ваш муж, вот. И мне показалось, что после того, как вы с ним развелись, вы испытывали нужду в мужчине более таком сильным, более таком сильным, может быть, может быть, даже агрессивным, вот, и по этой причине сблизились вот с человеком, по этой причине сблизились вот с таким человеком. Вот мне показалось, что так. То есть после взаимодействия с мужем вам хотелось кого-то, ну, кого-то вот такого, более активного, может быть, так было бы правильно сказать. Да, все. Ну, только вы, вот, не учли каких-то моментов, ну, связанных с обратной стороной. То есть со своей есть слоя такая вот, обратная сторона. Вот. И к ней вы, как оказалось, не готовы. Вот. Были. Дальше. А, значит, так. Что я хочу вам? Что вы будете любящие погулять, отдохнуть алкоголь? Ну, да. Это вот, как мне кажется, это отражение вашей потребности защищено в защите. Вот. Опять же, я могу ошибаться, я понимаю. Вот. И, в общем-то, не претендую ни в коем случае на истину. Вот. Но мне видится ситуация вот такой, ну, такого плана. Дальше. Какая-то, ну, правильно. Придум, был женатора, взял, фигноватая жена, и работа не позволяет еще быть дома. Ну, мужчина здесь склонен, м-м, обвинять кого-то, а. То есть, избегать ответственности. Вот. И, э-э, ну, на мой взгляд, эта позиция крайне-крайне, ну, крайне такая безответственная, вот, ну, по отношению к себе и по отношению, в общем-то, к окружающим, вот, и, наверное, вопрос заключается в том, насколько это импонировало изначально вам, вот, и импонировало ли это изначально вам, опять же. То есть, вот это такая достаточно, ну, достаточно важная история, достаточно, это, важный момент на мой взгляд, вот, потому что, ну, совершенно очевидно, да, что человек, если он ведёт себя так, то он, ну, скорее всего, будет обвинять, например, и вас в чём-то, и вас виноват, да, если вам это импонирует, то и вы склонны то же самое делать. Пообщавшись, поняла, что не мой человек, я отстранилась от него, а что вы имеете в виду под моим человеком? Ну, вот, что или кого вы считаете своим человеком? Кто это? Кто это? Что это? Вот, и так далее. Это важно, потому что, опять же, показывает в какой-то степени вашу направленность, направленность вашей активности, вот, и так далее. Дальше. Он всё равно периодически пишет телевизор, не даёт о себе снять, а я равнодушно отношился. Но да, встречаемся. Зачем? То есть, не теряет меня. Вопрос в том, что я не понимаю, зачем мне писатели со мной встречаться, если я, по его мнению, неуверенный в себе, должна быть жёстче. Вопрос в том, для чего вам это понимать. Вот здесь чувствуется, знаете, недоверие себе такое вот. Недоверие. То есть, вы себе не доверяете. Здесь очень сильно это чувствуется, на самом деле. Вот, то, что вы себе не доверяете. Потому что вы пытаетесь другого человека понять вместо того, чтобы просто-напросто положиться на себя, решить этот вопрос для себя, и всё, идти дальше. Но нет, вместо этого вы пытаетесь понять другого человека, и тогда вам станет комфортно, вам станет хорошо. А в этом проявляется некоторая ваша тревожность, и даже, даже, возможно, зависимость от, ну, от партнёра, может быть, может быть, в зависимости от, может быть, человека рядом с вами и так далее. То есть, это, ну, крайне такой нежелательный, на мой взгляд, момент. И вам, ну, вот, с этим моментом нужно, так или иначе, значит, ну, что-то делать, да? Потому что, противным, в случае ситуация будет разворачиваться, ну, безнадежно для вас негативно. Потому что всегда будут люди, которые, от которых вы будете, вот, в какой-то степени зависеть. Вот, вы можете с этим, конечно, не соглашаться, я вообще не прошу с этим соглашаться, и отдаю себе отчёт, что, вероятно, вы, ну, что вы, вероятно, очень предстоятельный человек, и что вы, вероятно всего, сами знаете, значит, ну, что вам делать, куда, как и что, вот, мне бы не хотелось вас, прямо, так вот, как-то вот, подавляться, да? Ну, тем не менее, сюжет, на мой взгляд, необходим, то есть, необходимо, чтобы, ну, чтобы вы на это обратили свое внимание. Дальше. Так. Значит, эм, значит, эм, зачем мне писать, если я, по его мнению, не уверен в себе? Эм, эм, ну, во-первых, вы ему отказали. Эм, эм, эм. В психологии есть такой момент, как, не заброшенный гестальт, То есть что-то вот неизоверщённое, и скорее всего мы говорим именно об этом, о неизоверщённости. То есть мужчинам отказали, вот вы там, не знаю, проявили недоступность, вот, и тем самым, как бы, во-первых, ну может быть задели мы его эго, которая, как правило, достаточно уязвима при такой модели поведения, вот. А с другой стороны, вполне вероятно, что, ну, как бы пробудили в нём такой, можно так вот выразиться, такой охотничий инстинкт, да, что, типа, вот, она мне отказала, её нужно теперь завоевать. Ну, понятно, что я сейчас здесь всё утрирую, да, так достаточно сильно, на мой взгляд. Вот, это не совсем так, это не совсем всё прям так буквально, но, тем не менее, вот, ситуация вполне может быть именно, ну, именно вот в таком контексте. Вот, и, собственно, мужчина именно поэтому может так себя вести с другой стороны. Человек может, как бы, ну, хотеть вас перевоспитать, переделать и так далее. Наконец, ему может нравиться то, какая вы, вы можете его заземлять. Обычно, обычно и довольно часто, такие люди, как, вот, мужчины, описываемые вами, нуждаются в заземлении. Что такое заземление? Ну, то есть некое такое сдерживание, чтобы человека сдерживал. Вот, и, мужчина в этом нуждается, чтобы, чтобы его кто-то сдерживал, вот, то есть, ну, такие вот, ставил, ставил, грубо говоря, ставил рамки некоторые. Вот, мужчине, мужчине эти рамки нужны, вот. Он никогда в этом не признается, он никогда этого не скажет, но они ему, вероятно, нужны. И вы, как раз, именно тот человек, который может эти самые рамки, эээ, ну, предоставить, скажем так. Вот. Другой вопрос, что, ну, хотите в этом или нет, и вообще, эээ, как, какая-то женщина к этому. Вот, потому что, эээ, с таким человеком, эээ, рамки, эээ, ну, вот, как бы, ээээ, выставлять рамки достаточно сложно, тяжело. Дальше, эээ, значит, эээ, высказывать мне, эээ, что якобы как-то можешь управляющим быть, эээ, разве такая мехотела? Ну, это вот, эээ, в какой-то степени, может быть, даже зависть, потому что мужчина сам предполагает, что мягко, мягкость, это, вообще-то говоря, порог. Слабость. Эээ, то есть, это зависть. Эээ, кто протирается, кто не так, кто-то сказал, неправильно, неправильно, надо, так. Ну, буквально, очевидно, его, как-то, чем-то задевают. Может быть, я их симпатию вот так проявляю. То есть, видите, да, вот, можно гадать сколько угодно. До этого я была замужем, мне есть чем сравнить. Муж бывший никогда мой минус не обучивал и не высказывал. Ну, эээ, вы знаете, эээ, я эээ, и согласен, и не согласен с эээ, своим коллегой эээ, кудрыщоком Игорем, Игорем Леонидовичем. Вот, потому что, с одной стороны, эээ, я согласен с тем, что, действительно, эээ, вот, в прошлом отношения, которые вас были, эээ, с мужем, эээ, необходимо принимать во внимание. Потому что, эээ, ну, потому что, эээ, ну, потому что, это опыт, это ценный ресурс, эээ, для, ээээ, получения опыта. Вот. Ну, а с другой стороны, ээээ, эээ, выступаю мне не против, я просто, ээээ, вижу деструкцию, эээээ, в том мире, чтобы с франш, сфранш сравнивать людей. Потому что, люди разные, контекст, взаимоотношения тоже разные, и, соответственно, эээ, то что вы, сфранш сравниваете с этого мужчину, даже если, вы решили с ним в отношениях не быть со своим мужем, Ну, говорит о том, что, возможно, вы своего мужа еще не забыли, и что вы не готовы, а может быть даже и боитесь построения новых отношений. Вот, а в таком случае, как вы понимаете, вы будете подсознательно выбирать в себе таких мужчин и обращать внимание на таких мужчин, которые те с которыми вы не сможете построить адекватных отношений. Вот, и каждый раз будет находиться какая-то причина, самая ужасная, может быть, самая такая вот неприятная, самая такая вот, ну, самая такая вот странная причина будет находиться. Но будет находиться. Для того, чтобы вам не строить отношения, для того, чтобы вам, ну, вот, в какой-то степени, может быть, даже идеализироваться в своем роде. Еще раз повторюсь, это исключительно только вероятность. Это не факт, что такое действительно есть. Дальше. Так, значит, бывший муж никогда так, хотя, может я ошибаюсь, имеет отношение социальный статус, который позволяет себя так вести. Конкретно мой бывший был ниже по статусу и должность этого мужчины. Нет, скорее на социальный статус обращаетесь внимание вы, вы скорее обращаетесь внимание на социальный статус. Для нас он скорее имеет значение, нежели чем для, ну, вот, для, ну, для мужчин. Вот, потому что тот контекст, о котором вы говорите, вот, ну, если, если коррелировать всего с, ну, с возможностью или невозможностью критиковать и так далее, то не имеет никакой связи в принципе, потому что социальный статус это не более чем ярлык и никогда не является причиной самой по себе. Вот, это основанием для этого всегда является восприятие человека, человека мужчинного себя, но не социальный статус. Вот, поэтому на счет социального статуса я боюсь быть совсем не в тему и немножко грустно, что вы выйдете в этом связь. Дальше, после развода, так сложилась ситуация, меня осталось с друзьями, ну, это ничего не значит. Считаю неуместно высказывать недостатки человека, но крайне неоднозначная позиция, потому что что значит неуместно высказывать недостатки человека. Понимаете, недостатки человека сами по себе являются амбивалентной историей и высказывать их можно по-разному в разном контексте. Вот. А то, как вы это подаете, выглядит так, что вы не принимаете свои недостатки, что вы стыдите своих недостатков и недостатков других людей. Вот. А о принятии как таковом их, ну, речи, к сожалению, не идет. А принятие недостатков в том числе и своих является, ну, в общем, очень важным моментом, очень важным элементом жизни и очень важным элементом взаимодействия между людьми. Без этого элемента, ну, вообще-то говоря, очень сложно будет в каких-либо отношениях находиться, потому что люди, они, ну, как правило, рано или поздно высказывают недостатки. Вот. И это, ну, вполне себе нормально, что недостатки высказываются, вот, вполне себе нормально, что люди об этом говорят. Ну, другой вопрос, конечно, форма, но не имеет значения форма, если человек воспринимает свои недостатки сам, вот. Форма может быть не соответствующей ценностям, вот. То есть, если человек оборажает, например, грубо, да, как-то вот использовать какие-то слова, вот, да, ну, в целом, недостатки говорить нужно. Вот. Дальше. Также, если я хочу быть такой, а также если я хочу быть такой, какая есть, все верно, если вы хотите быть такой, какая вы есть, вы иметь, наверное, полное право, но высказываться люди тоже имеют полное право. Для меня не важно, кто человек, управляющий или просто продавец, обычно я ко всем хорошо уважительно отношу, супер, отлично. Намек на то, что я не могу отзываться в свою точку зрения, и намек на то, что я не могу отзываться в свою точку зрения, я просто не хочу лишний раз конфликтовать и доказывать, что ли. Ну, здесь мне кажется двоякая история, с одной стороны мужчина спровоцирует вас, с другой стороны, вот, а с другой стороны конфликтовать и доказывать что-то вещи разные. Вам необязательно доказывать что-то, чтобы конфликтовать, и необязательно конфликтовать, чтобы что-то доказывать. Вот. Это не игра слов, не просто игра слов, это правда. Корреляции между этими двумя моментами нет, очень жаль, что вы эту корреляцию видите, потому что её, повторюсь, нет, её не существует. Вот. Ага, всё зависит от человека, с которым вы взаимодействуете, всё зависит от контекста взаимоотношений. Вот. Ну, если мужчина хочет повторить, если мужчина хочет самоотвердиться, это, конечно, его проблема, но к вашей точке зрения и к высказыванию вашей позиции это не имеет никакого отношения. Вот. Я думаю, что ваш робот в вопросе выражения своей позиции принимает за неуверенность. Хотя, возможно, всё просто из-за того, что вы не дифференцируете некоторые понятия, не дифференцируете некоторые вещи. Вот. И из-за этого могут быть трудности. Вот. Хотя я могу здесь ошибаться. Вот. Что же касается конфликта, то про конфликт я уже, в принципе, сказал, не вижу смысла. Не вижу смысла повторяться. Могу только, ну, как бы, повторить свою позицию немножко, что лишний раз конфликтов не нужно, это правда, но, как бы, понимать, что без конфликтов иногда нельзя, но тоже следует. Дальше. Мне легче промолчать и сделать, как я считаю, но это, вот, уже, про ваш страх конфликтов легче, потому что. Норма – это когда всё равно конфликт, не конфликт. Так же, в отношении к ваших других сферах. Действительно, проблема во мне, ну, в какой-то степени, да. Да. Насчёт самооценки, я не думаю, мне кажется, что у вас на классе в порядке, а вот уверенность в себе, да. Работать с сомнениями и так далее. Да, многие могут сказать, что раз я спрашиваю извинения, значит, я не уверенность в себе. Ну, нет, почему, есть и просто любопытство, поэтому я не думаю, сейчас не думаю, опять же, нет прямой связи. Но вот, сам факт того, что вы об этом говорите, что вы написали эту фразу, вот этот факт говорит о том, что вы тревожны. Тревожны по поводу того, что многие сказали и подумают. Ну, вот. Так же, мне показалось, что здесь вы как-то вот опять же хотели себя защитить. Знаете, вот. Давайте на последний момент обратим внимание, вот. Мы обратим внимание на то, что критика мужчин для женщин может быть особенной, если она ассоциирует по какой-то причине мужчину с своим отцом. Его напоминает и от либо реального, либо такого, которого, ну, хотелось чувствовать, иметь, узнать и прочее. Это очень важный момент. Если существует вероятность того, что детско-родительские отношения могут влиять на то, как вами воспринимаются мужчины и, в частности, к критикам, то это то не стоит проработать. Потому что вам шанс на то, что это будет мешать вашему естественному поведению с мужчинами в браке, например, довольно высок. Поэтому на этом всё, я надеюсь, что помог вам, и я желаю вам всего самого доброго и удачи.